библейский портал экзегет.ру представляет 24 она же последняя глава книги Иисуса Новина перевод российского библейского общества я его читаю для библейского портала экзегет иисус новин заканчивает свою земную жизнь иисус сын новина это собственно такая славянская форма его отчество ящуа бен-нун по-древнееврейски и вот перед тем как умереть он подводит итог ну даже не своей жизни его своя жизнь очень мало интересует его интересует то что господь делает для израиля через него и других израильтян и подводит итог скажем так священной истории до данного момента она еще короткая они только еще недавно из египта вышли иисус собрал шахем один из городов там еще нет иерусалима иерусалим еще не взят он не израильский и столица как бы кочующая шахем одна из них иисус собрал шахем все племена израиля вряд ли поголовно видимо представители всех племен созвал старейшин начальников общины судей старост все вместе предстали они пред богом тоже очень важный момент да что они не приходят к нему поздравить его с выходом на пенсию или там что-нибудь еще отметить а это предстояние перед богом где иисус всего лишь один из них пусть и первый иисус обратился к народу так говорит господь бог израильным издревле все ваши предки вплоть до тераха который был отцом авраама и на хора жили за рекой и служили чужим богам за рекой за ефратом вот там между речью действительно авраам первый кто-то душу но я увел оттуда вашего отца авраама я вел его и он обошел всю страну хана но еще не поселился я сделал его потомство многочисленным я даровал ему сына исаака исааку сыновьякова и сава и сава я дала владения сиирские горы но эта страна и дом а яков его дети ушли в египет зачем все эти подробности а вот нет народ без истории да и откуда все это взялось вот еще аврааму было дано обетование что хана будет принадлежать его потомкам вы его потомки завладевшие хана нам все что с нами происходит это не игра случая не результат борьбы разных сил вот мы воевали мы победили мы захватили нет господь исполняет свой замысел в его честь и этот замысел эта история людей вот с каждым из них господь выстраивал свои отношения у каждого из них свое место в его замысле и у вас тоже даже у исава который казалось бы не предок израильтян у него нету места в хана не ну и ему дана своя роль свое место своя страна и дом но были посланы моисей и арон я показал египет обрушив на него бедствия вызволил вас оттуда то есть и эта часть истории имела свой смысл из египта я привел ваших предков к морю суф но там их настигли египетские колесницы и конницы вы вызвали господу и тогда господь разделил вас египтян с мою господь обратил море против египтян и море потопило их вы своими глазами видели что сделал я с египтянами после этого вы долго жили в пустыне затем я привела страну амареев за иордания но это вот история исхода собственно марии напали на вас но я дал их ваши руки я истребил их вы вас завладели их землями балак сан цепор и царь муава начал войну с израилем и призвал валаама сына беру чтобы он проклял вас это во второзаконии описано тот действительно попытался но я не желал слушать проклятие валаамы он благословил вас я спас вас от него то есть не то что он не исполнил проклятие он даже не дал проклятием прозвучать вы пришли иордан и подступили к иерихону с вами воевали горожане иерихона амарея перезеях и на ней хеты гиргашеях и веевусе название разных народов которые жили в ханане но я дал их всех ваши руки не ваши мечи не луки ваши осиный рой да вот кокосы которые нападают и жалют который я послал перед вами убрал с вашего пути двух царей марийских я даровал вам землю которую вы не возделывали города которых вы не строили теперь вы живете в этих городах кушаете плоды олив и виноградников посаженных не вами смотрите вы часть моего замысла и сами по себе вам ничего бы этого не смогли вот вечная история человек это звучит гордо как говорил великий пролетарский писатель а библия говорит человек он инструмент руках бога если он готов быть им то у него все получится а потому сказала иисус бойтесь и чтите господа служите ему верой и правдой отвергните всех богов которым служили ваши предки за реку и за ифратом и в египте оказывается в египте они были многобожниками но трудно не быть потому что там своя религия очень сложная высокая культура и служите только господу если вы не хотите служить господу то выбирайте прямо сейчас кому вы будете служить богам которым служили ваши предки за рекой или богам амареев на чьей земле вы сейчас живете но я весь мой род мы будем служить господу смотрите выбор за вами всегда есть возможность выбора а значит ответственность за этот выбор всегда остается на вас да решайте вопрос который постоянно звучит кому вы хотите служить и народ ответил не бывает тому чтобы мы оставили господа и стали служить другим богам господь наш бог вывел наш народ наших предков из египетской неволи он совершил у нас на глазах великие чудеса он хранил нас дороги он защищал нас от народов по землям которых мы шли он прогнал прочь от нас все эти народы амареев живших в этой стране мы тоже будем служить господу он бог наш почему мы будем его служить исходя из истории наших отношений мы по опыту знаем что он действительно благ не вообще абстрактно где-то для кого-то как-то а вот для нас для наших предков иисус сказал народу что он сказал ну молодцы так и держите да вот вперед ура не можете выслужить господу ничего себе он бог святой он бог ревнивый не станет он терпеть ваше отступничество и грехи он их предупреждает очень серьезно да нет вы не подходите для этого служения в задумать еще раз может быть лучше этим языческим башкам который а им все сойдет то что их нету да а господь который настоящий он требует всецело человека он не может довольствоваться кусочком его жизни да он требует эту жизнь целиком не значит надо себя приносить жертву хотя мы читали в книге бытия про то как авраам своего сына исаака чуть было не принес был готов но всю жизнь надо посвятить если вы оставите господа и будете служить чужим богам он воздаст вам за это после всех своих благодеяний он уничтожит вас то есть не думайте ну да конечно мы господу послужим а заодно немножечко старте валу мало ли кому еще на всякий случай везде надо иметь своего заступника да не пойдет то есть вы уверены нет мы будем служить господа ответил народ иисусу вы сами свидетели что вы сделали выбор решили служить господу сказал иисус мы свидетели подтвердил народ тогда отвергните всех чужих богов какие у вас есть сказал иисус и обратите все ваши помыслы господу богу израиля мы будем служить господу нашему богу будем его слушаться ответил народ иисусу смотрите не случайно повторно несколько раз хватило бы одной реплики иисуса на вино одной реплики народа служите господу да будем он им объясняет он им напоминает он их предупреждает он их заклинает он им снова предлагает сделать выбор они его подтверждают то есть это не просто так это очень ответственное решение которое не просто бывает принять у которого есть не сложные и в некоторых случаях тяжелые последствия народ это решение принимает но этого мало в тот день иисус от лица всего народа заключил договор там шахеме он дал народу законы и правила записала в свитке божьего закона то есть еще один свиток божьего закона он вроде бы уже у нас есть со времен моисея но это вот такая новая версия от иисуса новая версия не в смысле нового какого-то содержания новых интерпретаций а скорее копия новая да он взял большой камень поставил его под дубом что в святилище господа там скини очевидно находится сказал народу этот камень будет у нас свидетелем он слышал все что сказал нам господь каменька ничего не слышал и ничего в ответ сказать не может но скажем так можно показать на этот камень искать вот перед этим камнем вы приняли решение он будет свидетельствовать против вас если вы отречетесь от вашего бога а может быть даже такого нам обещают но чудесную вещь что камень заговорит камни вы запиют потом будет сказано в евангелии но у пророков это встречается да если люди замолчат камни запиют вот этот камень иисус отпустил народ и все разошлись по своим наделам после этого иисус новин раб господа умер ему было сто десять лет иисуса похоронили в его владениях в темна церахи что в горах ефрема к северу от горы гааш у него же там свой надел среди всех наделов израильских племен потому что он вот такой вождь и еще за то что он когда-то принес вдвоем с калевом единственный вот он и калев были единственными кто принес правдивую весть с разведки обетованной земли времена иисуса времена переживших его старейшин которые знали какие дела совершил господь для израиля израиль верно служил господу ну вот какое-то время это работает к сожалению уже книги судьи мы будем читать как это прекратилось точнее сказать то прекращалось то возобновлялось останки иосифа я напомню что у нас с вами завершается собственно книга бытия тем что иосиф завещает похоронить его не в египте а потом когда в исходе описывается как они ушли они уносят его кости останки иосифа унесенные из египта израильтяне погребли в шехеме на том самом участке земли который был куплен иаковым у сыновей хамора шахемова отца засток и ситы стал владением потомков иосифа эта история еще из книги бытия когда было куплено поле для погребений умер ли азар сына арона второй первосвященник его похоронили в наделе его сына пенахаса в гиве пенахаса что в горах ефрема на этом завершается книга иисуса новина и тем самым мы подходим книге судей которые напрямую и продолжает и в которой будет говориться что к сожалению недолго длилась эта гармония и израильтяне то и дело отпадали от единобожия и господь и каким-то образом туда возвращал а поскольку израильтяне пока что нас понимают в основном язык военной то путем военных поражений господь возвращал вот книга иисуса новина основной итог который нужно быть твердым и мужественным нужно исполнять закон божий который дан вот это некий очень важный шаг я об этом уже говорил несколько раз на такой лестнице духовного восхождения да вот пока что израильтяне не очень высоко поднялись над землей над вот этой жизни языческих диких народов у которых принято убивать кого угодно просто потому что он не нравится или потому что у него имущество или земля хорошие да чтобы отобрать пока что они делают только первые шаги нужно быть твердым мужественным исполнять то что велел господь дальше будут сделаны следующие шаги но мне кажется без книги иисуса новина когда мы начинали читать я сказал да устроим и голосование какую книгу из библии исключить ее бы все выбрали конечно неудобно но без этой книги выпадет какая-то очень важная нижняя ступенька вот нельзя будет по этой лестнице подняться ну что ж мы завершили книгу иисуса новина и надеюсь что все таки некоторые польза от этого было